Привет! Я много раз говорил, что работа на YouTube это бесконечное количество возможностей. И те навыки, которые вы там приобретаете, это работа с видео, работа в фотошопе, SEO-оптимизация, весь этот комплекс знаний вы можете применить не только в YouTube, но и совершенно на других площадках. И зарабатывать при помощи этих знаний довольно-таки серьезные деньги. И в этом видео я покажу, как это сделать. Погнали! YouTube это огромные возможности. И вот это яркий тому показатель. 386 долларов за последние 28 дней было заработано. 386 долларов. Это средняя зарплата в России, я вам скажу, в странах СНГ. Да, ну вот смотрите, 20 долларов за один рабочий день. При том, что с YouTube это лишь один из источников дохода. Их может быть масса. Ну а пока вы не начали зарабатывать на YouTube, но уже выложили свои первые видео, у вас открываются тоже свои возможности. Вы научились чему-то, у вас есть навык. Эти навыки монтажа, фотошопа и навык SEO-оптимизации можно применить в работе на других площадках. Мы можем применить эти знания на фриланс-бирже, фриланс-маркетплейс. Я уже показывал, как я от А до Я зарабатывал просто с нулевого аккаунта на Кворке. Сейчас ссылочка вылезет, подсказочка. Просто с нуля пришел, создал свой аккаунт и взял свой первый заказ на 800 рублей. Это было не так давно, поэтому каждый может так сделать. Абсолютно каждый. И я это вам продемонстрировал в онлайн формате. Что же тут можно сделать? Можно делать обработку видео. Я этим самым и занимался. Обработку видео. Мне скинули видео, я его в монтажной программе немножечко тут подрезал, тут подрезал, тут склеил. И все, отправил заказчику. Заказчик был дико доволен. И я заработал 800 рублей. Ну это же просто прекрасно. Вот смотрите, тут можно зарабатывать 1000 рублей. Вы думаете 1000 рублей это за один ролик? Не тут-то было. Вы заходите на это объявление и вставляете сюда. Это за 30 секунд. За 30 секунд уже окончательного видео человек берет 1000 рублей. Давайте допустим возьмем банально 4 минуты видео. Это 240 секунд. И мы нажимаем Enter. Это 8000 рублей за 4 минутный ролик. Вы представляете какие-то деньги можно тут зарабатывать? Все что человек сделал, это он создал объявление здесь. Я тоже так же создавал объявление. Вот оно простейшее. Я взял самое популярное объявление, немножечко его переделал и все, и выложил. Одно маленькое уточнение. Я не ждал, когда мне сами напишут заказчики. Я шел к заказчикам и брал у них заказ самостоятельно. Как я это делал? Давайте перейдем и посмотрим видеомонтаж. Вот вся моя переписка была с этим человеком. Далее, вот смотрите, условия. Вот здесь вот человек в биржах. Я нашел, что выложил объявление. Требуется монтаж. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я такой вижу. Хорошо. Стоимость заказа была 800 рублей или 1000 рублей. Я пошел и предложил свою кандидатуру. Каким образом? Вот сюда вот. Так, смотрим, смотрим. Вот. Предложить услугу. Я нажал предложить услугу. И вот что я написал. Следующий текст. Вот давайте сюда зайдем. Вот. Здравствуйте. С радостью предложу вам свои услуги. Примеры моих работ. Все видео я озвучил своим голосом. Тадам-тадам. Просто там нужно было еще озвучить своим голосом видео. У меня была такая возможность. Но многие. Вот давайте перейдем к заказам. То многие вообще даже не просят, чтобы озвучивать. Вот видите, монтаж трейлеров. Хайлайт ролики онлайн проекта. Требуется монтаж. 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Понимаете? Я с радостью мог бы сейчас выполнить монтаж этого ролика. Предложить свою услугу. Но, к сожалению, у меня просто нет времени. У меня другие проекты. У меня работы на YouTube и так далее. Ни один YouTube канал и так далее. В общем, много времени. Но я бы с легкостью вот сейчас предложил свою услугу. И заработал бы 10 тысяч рублей. Я не думаю, что там какие-то колоссальные нужные знания. Хронометраж до 20 секунд. Видите? О, это вообще просто сладкий заказ. Суть не в этом. Суть в том, что этих объявлений очень много на этой бирже. И вы, благодаря обладая знаниям монтажа, можете просто взять и выполнить. Понимаете? Но не просто создать здесь объявление и ждать, пока к вам придет клиент. Вот вы видите, какая пися важная. Создали объявление и ждете. Нет! Вы берете, создали объявление и идете откликаться на все проекты. Идете и работаете. И выгрызаете свой заказ силой. Понимаете? То есть, это так и работает. Пока у вас нулевой аккаунт, вам нужно самому проявлять инициативу. Самому. Понимаете? Никто вас такую писью важную ублажать заказами и кинуться к вам. Возьми, пожалуйста, смонтируй мой ролик не будут. Вам нужно будет самим откликаться на вот эти вот кворки, на вот эти вот задания. Поэтому приступайте, работайте. Не надо говорить, что тут большая конкуренция. Везде большая конкуренция. Даже на заводе есть конкуренция. Тебе просто так не возьмут, если ты прибухиваешь. По пятницам, по вечерам и приходишь потом в понедельник кривой и еще и пьяный. Тебя так же не возьмут. Поэтому везде есть конкуренция. И не надо говорить, что тут конкуренция, тут все плохо. Тут ничего нельзя, нигде нельзя заработать. Везде можно заработать, если есть на это желание. Это один из источников дохода, на который вы можете выйти. Понимаете, у вас уже есть навык монтажа благодаря YouTube. Далее, вы для того, чтобы сделать превьюшку, вы должны научиться работать в Photoshop. И эти навыки также можете применить на кворке, на фриланс-бирже. Обычно просто создаете здесь объявление и все. И выкладываете свои работы, которые вы наработали. И все, давайте вот 1000 рублей. Обработка фотографии. У меня обработка фотографии уйдет, наверное, минут 30-40. Потому что это не очень сложно. 30-40 минут и ты заработал 1000 рублей. Просто создав такое вот классное объявление. Яркое объявление и все. Сделаю профессиональный фотомонтаж. Все. Люди, сейчас эпоха соцсетей. И люди очень любят выкладывать фотографии. Как-то их обрабатывать. Я даже, когда поеду в отпуск летом, я просто сфоткаюсь на пляже. И, естественно, я сделаю себе, благодаря знанию фотошопа, себе пресно фигачу. Выделю его ярко и выложу в соцсети. Пусть все завидуют. И много таких людей, которые не умеют пользоваться фотошопом, но хотят получить себе шикарный торс. И они также выкладывают, также просят людей обработать фотографии. И это нормально. Понимаете, в этом нет ничего зазорного. Далее, вы, благодаря YouTube, уже научитесь хоть как-то выражать свои мысли и можете наговаривать текст. Многие из вас, у меня вот недавно прошел тренинг, и ребята сейчас учатся разговаривать, разговаривать, зачитывать текст. И у них так или иначе будет формироваться хорошая дикция. Хорошая дикция, и они будут уметь начитывать текст. Не каждый человек может начитать текст, но люди, которые работают на YouTube, они могут это делать. И у них это получается. Понимаете? Поэтому этот навык вы также можете применить здесь. А здесь, как правило, озвучивают рекламные ролики на каких-то каналах, на низкобюджетных каналах региональных. Там вообще дикторы иной раз просто запинаются и не помытые, грязные, не бритые вылазят. Поэтому здесь можно озвучивать обычным людям. Они так и делают. Да я с удовольствием озвучу какой-нибудь ролик самостоятельно благодаря дешевому микрофону и навык у того, что я умею немножечко говорить. И вы также умеете говорить, если выкладываете хоть какие-то видеоролики на свой YouTube канал. Это все элементарно. Вот такие вот денежки можно зарабатывать. Давайте зайдем. Озвучка на хинди относительно языка. Нам это не подходит. Нам нужен озвучу, автоответчик, голосовое меню. Ну все, понимаете? За 20 секунд человек берет 500 рублей. А давайте введем минутное, минутное, а двухминутное точнее, двухминутный ролик обойдется в 3000 рублей. Каждый из вас озвучивает двухминутный видеоролик на YouTube. А за это вы не получаете 3000 рублей. Ну хотя в перспективе, конечно, YouTube платит и намного больше, чем 3000 рублей. Но, видите? Видите? Вы можете и здесь применять те знания, которые у вас есть. Создав простейшее объявление на Кворке. Если вам понравился этот видеоролик, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну и всем до встречи. Пока!